В Мелитополе будет очередное сокращение медицинских работников и коечного фонда. В целом, поясняют в Горздраве, сократить придется больше 60 штатных единиц. А количество стационарных кроватей уменьшится на 17%. Менять место работы придется младшему и среднему медицинскому персоналу. Врачей сокращение пока не коснется. По среднему и младшему медицинскому персоналу там не удалось нам обойтись без потерь. Но это минимальные потери, потому что планировали сократить 47 физических лиц. Сейчас сокращается всего 10 физических лиц. И это все люди пенсионного возраста. Остальные люди трудоустроенные на другие вакантные должности. Для руководителей медучреждений города подобное сокращение не станет новостью. Процесс реформирования медицинской отрасли запущен еще несколько лет назад. И остановить его уже невозможно. И пока Мелитополь находится лишь на стадии формирования госпитальных округов, сокращения, согласно постановлению правительства, будут продолжаться. Согласно постановлению Кабинета министров, это 60 код на 10 тысяч. Не существует норматив, который мы обязаны в регионе вывести на этот норматив. Мы стараемся вести этот процесс так, чтобы никто не оказался уволенным, работоспособного возраста, чтобы они не оказались за пределами работы. Что касается пациентов, то они никаких изменений не ощутят. Будут сокращены койки круглосуточного пребывания. В дневном стационаре все останется по-прежнему. Если возникнет неожиданный вопрос повышения спроса на стационарное лечение, потребности населения, то мы готовы организовать дополнительную смену в дневных стационарах и пролонгировать их работу, чтобы не было ухудшения качества и доступности. До января 2017 года коечный фонд Мелитополя будет уменьшен на 428 мест. Вероятно, что вторая волна сокращений коснется и врачей. Но пока этот вопрос только отрабатывается. Юлия Пасько, Олеся Брычок, Артем Довжик, Мелитополь, ТВ5. Продолжение следует...